В Белгородской области ограничивают доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно, говорит Гладков. Ну и давайте послушаем, что же он предлагает теперь делать. На въездах в сёла, в населённые пункты, будут установлены контрольно-пропускные пункты. Нести в них будут службы представителей силовых структур. Мы поставим бетонные модульные укрытия для обеспечения безопасности тех, кто будет нести службу. Въезд общественного транспорта, в том числе такси в эти населённые пункты, будет запрещен. Оставленные дома будут охраняться силами Министерства обороны по согласованному порядку и графику. Рот Путина Песков уже сказал, что закрытие доступа к населённым пунктам в приграничии это не означает провал планов Путина по созданию так называемой санитарной зоны в Украине. Но это как получается? Путин теперь строит санитарную зону в свою сторону? Ну, получается так. И, в общем, это довольно естественная реакция на то, что фактически, напав на Украину, Путин, по сути дела, поставил под удар приграничные районы, приграничные регионы. Прежде всего, Белгородская область, не только, но и Курская, Воронежская и частично Ростовская область стали прифронтовыми областями, в которых, в общем, стало опасно жить. Вот что происходит. На самом деле, в Белгородской области происходит в значительной степени зеркальная ситуация. То есть, на самом деле, поскольку с территории Белгородской области постоянно наносятся удары по Хайкову, ну, вот, естественно, вооружённые силы Украины ответным огнём уничтожают военные объекты на территории Белгородской области. Безусловно, и, конечно, при этом и по гражданской инфраструктуре тоже прилетает, потому что не бывает таких вот войн, в которых не разрушается гражданская инфраструктура, в которой делается всё хирургически, ювелирно точно. Естественно, здесь бывают и жертвы среди мирных граждан. Поэтому, в известной степени, то, что происходит сегодня в Белгородской области, ну, в какой-то степени, это отзеркаливание того, что происходит в Харькове. Ну, конечно, в отличие от российских оккупантов, вооружённые силы Украины стараются бить по военным объектам, но, тем не менее, попадают и по гражданской инфраструктуре. Кстати, про военные объекты, то Гладков сказал, что оставленные дома будут использоваться российскими военными. То есть, таким образом он уже обрёк дома жильцов на полное уничтожение, ведь это уже будет законная военная цель? Ну, естественно. Это, на самом деле, то, что происходит в Белгородской области. Кстати, это было бы здорово, чтобы в России было известно широко, потому что, на самом деле, там действительно большое количество людей переселяются. И, ну, на самом деле, это то, что действительно по-настоящему война пришла в Россию. А Путина не волнует вообще, что происходит с российскими городами? Ему главное уничтожить украинские? Вы знаете, Путина вообще мало что интересует. И в отношении российских граждан, в отношении российских городов это последнее, что его интересует. Ну, мы знаем, как он относится к людям в целом. Это особенность его, его психотипа. То есть, на примере, начиная с подводной лодки «Курск», мы видели, как он относится к людям. То есть, его мало интересует. Это особенность этого человека. Он полностью лишен эмпатии, он полностью лишен сочувствия к людям. Человеческая жизнь для него абсолютно ничего не значит. Я думаю, что граждане России получили, те, кто хотел, получили полное представление о том, что такое Путин с самых первых минут его правления. А вот как сейчас по поводу того, понимают ли россияне, кто такой Путин? Мы просто помним заявление нашего главы Гурбуданова, который сказал, что россияне на самом деле боятся потерять Путина, потому что 20 лет он у власти, он отдаёт какую-то стабильность. И вот из-за этой стабильности они боятся его потерять. Действительно ли это так? Я думаю, что генерал-майор Буданов ошибается. Я думаю, что, понимаете, есть, конечно, какая-то часть, всё намного сложнее. Какая-то часть россиян действительно воспринимает Путина как стабильность. Какая-то часть как угрозу. А подавляющее большинство людей вообще находится в состоянии полного равнодушия к тому, что происходит. Большая часть просто боятся не потерять стабильность, а боятся за свою собственную безопасность и жизнь. И поэтому не выступают против режима, прекрасно понимая, чем это кончается. Равнодушие – это самая главная проблема. Понимаете, не поддержка Путина, не поддержка войны, а именно равнодушие. Равнодушие в том числе и к собственной судьбе. Вот это главная причина устойчивости путинского режима. Я думаю, что вот здесь, ну, на самом деле, я понимаю, что для Украины не имеет значения, почему, так сказать, путинский режим не разрушается изнутри. Ну, так просто, чтобы знать, я думаю, что это имеет значение. Именно равнодушие является главным ресурсом Путина, равнодушие людей, которые населяют Российскую Федерацию. Интересно, боятся ли сейчас за свою жизнь и белорусы, потому что там тоже интересные события происходят. Авторитетная мониторинговая группа «Белорусский Гайон» рассказывает об удивительных приключениях российских или иранских шахедов в белорусском воздушном пространстве. Ладно бы это было один раз, но за последние шесть дней зафиксировано четыре случая, когда этот шахед летает в их стране. 11.07 дрон «Камикадзе» типа шахед, запущенный РФ во время очередной атаки по Украине, залетел в Беларусь и находился там минимум один час. 13.07 уже ночью снова Россия атаковала Украину и снова один из дронов полетел в Беларусь и был там три часа. Потом 16.07 суммарно дрон «Камикадзе» провел на территории Беларуси около 50 минут и пролетел не менее 60 километров. И также уже 16.07.08 утра в Беларусь залетел четвертый дрон «Камикадзе» типа шахед. Дрон направлялся со стороны Житомирской области в направлении Бобруйск-Могилёв. Если бы это имело разовое пересечение дроном воздушного пространства в Беларуси, то можно было бы говорить о каком-то техническом сбое. Но если уже четыре раза за шесть дней, то это уже система? Какие могут быть последствия? Не поссорится ли Лукашенко с Путиным из-за этого? Ну, что касается отношений Лукашенко с Путиным, то они переживают не самые лучшие времена, потому что Лукашенко уже пытается создать себе определенную зону маневра. То, как раньше он маневрировал между Европой и Путиным, сейчас он пытается создать себе пространство маневра, прислоняясь в том числе к Китаю. Знаменитое учение, совместное учение белорусских и китайских войск тому свидетельство. Он действительно пытается маневрировать между Китаем и Путиным, тем самым избегая полной тотальной зависимости от своего более могущественного соседа. Ну, а что касается того, что дроны залетают, ну да, это пока такая немножко неприятная, но все-таки мелочь. Я думаю, что Лукашенко, так же, как и Путину, совершенно наплевать на безопасность своих граждан. Так использовать это как в качестве основания для какого-то, так сказать, междусобойного разговора, не думаю, что это произойдет. Я думаю, что пока это все терпимо. Ну, а в целом то, что Беларусь является государством, с территорией которого российские оккупанты нападают на Украину, это, в общем, действительно то основание, по которому Беларусь тоже может оказаться под ударом в какой-то момент. Игорь Александрович, вы говорите, что пока это все терпимо, ну, это шахет. А если залетит российская авиабомба? Ну, я думаю, что да, тогда это будет основание для какого-то разговора. Но еще раз, я все-таки хочу еще раз повторить, что для Лукашенко безопасность собственных граждан — это тоже пренебрежимая вещь, так же, как для Путина. Поэтому этих людей интересует только они сами и их власть. Я полагаю, что отношения между Путиным и Лукашенко, они зависят не от безопасности их граждан, они зависят от того, насколько все-таки Лукашенко поддерживает Путина, насколько он демонстрирует лояльность, и насколько он, Лукашенко, готов предоставлять свою территорию для агрессии в адрес России. И насколько Лукашенко готов участвовать в провокациях по отношению к Европе. Пока Лукашенко вот эти вот свои союзнические обязательства выполняет. Продолжение следует...